Паппи передвигается уже не так хорошо, как раньше. «Паппи – старушка, ей 15 лет. У неё серьёзный артрит. Её бывший хозяин уехал в дом престарелых, он больше не мог о ней заботиться». Такая проблема нередко настигает стареющих компаньонов – хозяина и питомца. В Мичигане на помощь приходит общество защиты животных «Тайсонс Плейс». Туда поступают животные, владельцы которых неизлечимо больным или не могут их содержать по другим причинам. «Я становлюсь их голосом. Животные не могут говорить, не могут сказать, чего хотят. Вот почему я это делаю». Джилл основала некоммерческую организацию в Мичигане, проработав какое-то время в приюте для животных. Там 50% питомцев усыпляли. «В том приюте был и Тайсон. Три раза его хотели усыпить, говоря, что он слишком старый. Ему было всего пять лет, но люди считали, что он слишком старый. Поэтому я забрала его домой». За три года работы организации «Тайсонс Плейс» Джилл смогла найти новых хозяев для нескольких десятков престарелых животных, включая и Клауса. «Здоровье моих мамы и папы резко ухудшилось. Пришлось отдавать их в дом престарелых. У мамы началось слабоумие, поэтому мы поняли, что Клаусу нужно искать новый дом». Некоторые животные больны, найти им хозяев непросто, но возможно. «Для каждого животного должен найтись хозяин». Например, для 15-летнего Боска. У одного из его хозяев началось слабоумие, второй умер от рака. У самого редтерьера тоже была уйма заболеваний, включая нарост на голове, кариес и инфекцию почек. К счастью, помогла благотворительная организация. Она выделила на лечение животного 500 долларов. «Когда берете собаку из приюта, самое удивительное в том, что вы даете ей второй шанс». И у Боска этот второй шанс появился. Теперь он живет с Джен и ее мужем Фрэнком. «Это чудесная собака. Она нам принесла много радости». Если все пойдет хорошо, то папе станет следующей престарелой питомицей этого центра, который отправится жить в новую семью. «Джон, джон, джон, джон». «Когда берете свя горы, FUCK!» «Джон, джон, джон, дороги.